Друзья мои, часто христиане нашей страны, во многом крещеные в детстве и мало посещающие храм Божий, спрашивают, как себя вести в храме. И надо сказать, что у многих людей, которые приходят в храм впервые, возникают необыкновенные чувства. Много раз мне говорили о том, что при входе в храм у человека возникают слезы. Если такое возникает, то это прекрасно. Это говорит о живости восприятия человеком, отношении к Богу. К сожалению, мы, когда растем, меняемся. Наше искреннее восприятие этого мира и любви, окружающей нас, любви родителей, любви близких и даже любви к Богу, постепенно теряет для нас остроту. А вот если человек стремится к тому, чтобы острота ощущений осталась, и особенно эта острота была выражена в любви к Богу, то тогда такой человек, приходя в храм Божий, ощущает радость от этого. Он ощущает от этого подпитку духовной энергии, которая дает возможность жить и действовать и в дальнейшем получить во время Оно спасение души. Иногда спрашивают, как нужно, войдя в храм, вести себя. Во-первых, каждый христианин, войдя в храм, должен перекреститься и, поклонившись троекратно, сделав поклон в пояс, обратиться к Богу с молитвой. «Боже, милости буди мне грешному». Иногда к этой молитве приснят еще две. «Создав имя Господи и помилуй меня, мечта согреши Господи, помилуй и прости меня грешного». Если это будет совершено в пост, то тогда вход в храм сопреждается земными поклонами с теми же самыми молитвами. Когда вы входите в храм, первым делом вы должны пройти к центральной иконе. Обычно на аналое, то есть подставке для иконы в центре храма находится образ, который характеризует празднование сегодняшнего дня. Это или образ того святого, которому празднуется в данный день, или это образ Божьей Матери или Спасителя, если это Большой Спаситель или Богородица праздник. Мы, обращаясь мысленно к Богу, Матери Божией, Святым Угодником Божьим, мы также троекратно молимся. Сперва делаем два поясных поклона. Затем целуем образ и затем, отойдя, делаем третий поясной поклон. Приходя в храм Божий, вы должны приходить с благоговением, с верою, с любовью к тому, кого вы сейчас увидите. Входя в храм, вы видите иконы, вы слышите пение, вы видите священное богослужебное облачение. Иными словами, вы осознаете, что это богословие в красках, это богословие в вещественных предметах. За каждым из этих священных предметов стоит история и богословие. Для того, чтобы понять смысл этих предметов и песнопений, и икон, чтобы вы могли раскрыть их для себя, необходимо не только посещать храм Божий, но и самостоятельно изучать Слово Божие. Если вы будете это делать, то в храме вам будет стоять интересно, легко и радостно. Вы будете слышать песнопения, и эти песнопения проникать вам будут в душу и изменять вас. И вы будете меняться. И выйдя из храма, вы можете сказать, что я действительно был на небе, а не на земле. Обычно, когда мы входим, то мы прочитываем молитву, содержащую в себе стихи из 5 и 121 Псалма. «Возвеселившись, орехших мне в дом Господень пойдем. Аж же множество милости Твоей, Господи, в ниду в дом Твой поклонюсь ко храму святому Твоему. Господи, правду и Твою настаимя, враг моих ради исправит предтовую душу мою. Да не суждено прославлю пресвятое Твое Божество, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok